Друзья, всем привет! С вами Константин Грабунов и сегодня уже с опозданием где-то на два месяца я хочу рассказать вам про отображаемые ссылки в объявлениях Яндекс.Директ. Что это, зачем это нужно, с чем его едят и зачем Яндекс ввел это относительно нововведение. Поехали! Итак, начнем с самого простого. Посмотрим на выдачу в Яндекс.Директе по запросу купить септик. И здесь можно увидеть три объявления в спецразмещении, все как обычно, купить септик, купить септик и купить септик. И одно из них немножечко отличается от других. Оно отличается тем, что, во-первых, конечно же, здесь есть уточнения, которые уже были добавлены ранее в Яндекс.Директ, с глубокой адаптацией от Google AdWords, так как здесь они показываются только на первом месте в спецразмещении. Также здесь есть, конечно же, быстрые ссылки, телефоны, Яндекс.Визитка. И самое важное, здесь появилась новая интересная вещь, называется отображаемая ссылка. И, в принципе, из трех, как вы видите, в очень конкурентной нише в Москве, из трех только объявлений, одно имеет ту самую отображаемую ссылку, в которой выделено жирным то, что мы искали. В этом и есть плюс отображаемых ссылок. Опять же, отображаемая ссылка, это является клоном отображаемой ссылки в Google AdWords, просто идет небольшая адаптация в Яндекс.Директ. Те, кто хоть раз настраивали отображаемые ссылки в Google AdWords, знают, что они, как минимум, раньше очень хорошо работали, сейчас под вопросом, так как в Гугле все-таки не так сильно выделяется жирным текст, как, например, в Яндексе. Но в Яндексе пошли путем копирования и добавили вот эту интересную задумку. В принципе, она здесь действительно уместна. Единственное, что отображаемая ссылка, конечно же, может отличаться от реальной ссылки. Это значит, что мы можем сделать, например, ссылку lotus.ltd.ru, это рандомное объявление, слэш, например, 1, и при этом написать в отображаемой ссылке все, что угодно. В этом и есть, наверное, относительное преимущество этих ссылок. Правда, я к нововведению отношусь очень скептически, потому что, я считаю, это так сильно разращает рекламодателей, которые будут писать туда непомерно то, что необходимо, не то, что необходимо, а именно продающие текста, что является, в принципе, отрицательной стороной для Яндекс.Директа, потому что они обычно за частоту в Яндекс.Директе. Ну, да ладно. Главный момент и вопрос, как сделать эти самые присылки. Делаются они элементарно. Лучше всего использовать для этого Директ Коммандер. И если у вас уже есть рекламные кампании, они, скорее всего, у вас уже есть, вам необходимо просто добавить те самые отображаемые ссылки. Для этого в Директ Коммандере уже в апреле были добавлены отображаемые ссылки, а в мае был исправлен Директ Коммандер, в котором уже появились отображаемые ссылки в объявлениях. То есть, если мы сейчас возьмем объявление, возьмем отображаемую ссылку, здесь просто необходимо ее прописать. С одной стороны, все это очень непонятно и сложно, с другой стороны, все элементарно. Но перед тем, как мы будем что-то менять, мы, конечно же, обновим нашу рекламную кампанию в Директ Коммандере, обновим саму рекламную кампанию, обновим группу объявлений, чтобы работать, как говорится, начисто. И также мы возьмем все наши объявления и выгрузим в виде .xls-файла нашу рекламную кампанию. Рекомендую сделать эту отображаемую ссылку как на поиске, так и в RSI. Сейчас я сделаю просто для рекламной кампании на поиске. Итак, загрузили наш .xls-файл, выгрузили его из рабочей рекламной кампании в Директ Коммандере. Рекламную кампанию мы менять никак не будем, единственное, что мы сделаем, мы поменяем отображаемую ссылку. Первое, что хочу сразу сказать, если вы меняете отображаемые ссылки, то, скорее всего, ваши CTR и прочие не слетят. То есть, все, что у вас было накоплено, карма вашего объявления, она не слетит. Это очень большой плюс. Теперь давайте поговорим о том, как же заполнять эту отображаемую ссылку. Ну, во-первых, самый простой вариант, я рекомендую всегда отталкиваться от вашего заголовка. То есть, ваш заголовок зачастую полностью совпадает с вашей ключевой фразой. Либо не полностью, но в нем есть ключевая фраза. А это есть очень большой плюс. Поэтому я копирую свои заголовки, создаю новый лист, закидываю туда наши заголовки объявлений и начинаю с ними работать. Первое, я, конечно же, выбираю высосательный знак, потому что он просто не пройдет в отображаемые ссылки. Второе, что я сделаю, это я заменю пробелы на тире, ну, либо на дефис, как угодно. В итоге у нас получаются вот примерно такие отображаемые ссылки. Ну, конечно же, это не все. Единственное, что я еще хочу заметить, что, ну, во-первых, есть какие-то, возможно, лишние, могут попасться, не дай бог, лишние какие-то символы. Их можно удалить. Ну, в любом случае, если что, они не пройдут модерации. Я хочу заметить, что, давайте посмотрим на наше объявление повнимательнее, каждое слово может быть большой буквы. Здесь, опять же, нет никакой модерации. Это очень важный момент, потому что, как вы знаете, все-таки роботы обычно проверяют наши тексты и заголовки на наличие каждое слово с большой буквы. Здесь пока роботы до этого не дошли. Поэтому пользуемся этим. Вписываем нашу любимую формулу. Называется она PropNatch. И каждое наше слово мы пытаемся прописать с большой буквы. В итоге у нас получаются вот такие интересные быстрые ссылки, в которых есть каждое слово с большой буквы, и все это замечательно. Но есть еще очень важный момент. Он связан с тем, что у нас есть длина, ограничение на длину в наших отображаемых ссылках. В итоге мы, опять же, пишем DLSTR, нашу любимую формулу для Excel. И проверяем, чтобы у нас было не больше 20 символов. Делается это элементарно, с помощью условного форматирования, правила выделения ячеек. Больше 20. У нас должно быть помечено. Вот видите, у нас довольно много в итоге помеченных объявлений. Причем можно заметить, что часть из них явно идет, например, асфальтирование, 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 что, в принципе, дает нам какое-то и так преимущество. Поэтому я сделаю, наверное, хитрым способом. Я, можно сказать, смухлюю. Я просто сейчас удалю. Я сделаю отдельную копию, вставлю как текст. И в наших отображаемых ссылках я с помощью тире и точки удалю все, что у нас будет дописываться после первого же слова. Давайте попробуем. В Найте я написал и заменить, конечно же, у нас пустое. В итоге у нас получается асфальтирование, 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 асфальтирование. Асфальтовая. Ну, тут, возможно, покрытие. Но помещается ли оно, не знаю. Сейчас мы проверим. Если нужно, мы руками можем допилить дорожные компании, дорожные работы, заасфальтировать, заказать асфальтирование. Вот здесь придется, наверное, ручками доработать. Но, опять же, где у нас есть возможность, мы можем просто скопировать, вставить через фильтр. Сейчас доделаем, и я вернусь. Асфальтирование я не трогаю, оно, в принципе, нормальное. Асфальтировку я тоже не трогаю. Мне единственное, что нужно поправить, это асфальтные работы. Асфальтовое покрытие я также меняю. Дорожно-строительная компания я, наверное, поменяю на дорожная или дорожно-дорожная компания просто у меня получится. Вот в таком виде я сразу ее размножу. Асфальтировать не смогу, потому что уже дальше упираюсь я в ограничения. Дальше у меня заказать асфальтирование. Я, пожалуй, к сожалению, не помещается. Я буду вставлять асфальтирование, опять же. Укладка асфальта у меня помещается. Я его вставляю без проблем. Можно это делать с помощью фильтра, если вдруг у вас больше, чем какое-то количество ключей, и вы сходите с ума. Хотя у меня даже в рекламной кампании уже 693 ключа. Дальше у нас идет ямночный ремонт автодорог. Мы его тоже вставляем. Ямночный ремонт, естественно, вставляем. Цена асфальтирования у меня будет укладка асфальта, хотя, опять же, можно прописать цена асфальтирования. Давайте, наверное, так и сделаем. На остальных местах я просто вставлю асфальтирование. Не потому, что я экономлю время, просто потому, что так правильнее. Вставлять, искать какие-то дополнительные слова – это будет, наверное, больше мучение. Капитальные компании, дорожное, да, асфальтирование. То, что мы занимаемся асфальтированием, и наш основной все равно профиль в этой рекламной кампании – это, естественно, асфальтирование. Поэтому у нас будет акцентное асфальтирование. Все, готово. Теперь, мы вроде бы как сделали наши отображаемые ссылки, и у нас они будут показываться. Можно еще раз проверить DL-STR на всякий пожарный. И сейчас хочу рассказать об одной интересной вещи. Да, у нас D1, да, все верно, все хорошо, 15, 15, 16, все хорошо. Хочу рассказать про еще одну интересную вещь, называется она «Решетки», но она не настолько новая, чтобы о ней прямо рассказывать и говорить «Вау!». Решетки – это замена нашего либо части текста в заголовке, либо в тексте объявлений, либо в отображаемой ссылке. Замена того, что у нас есть, на наш ключ. Единственная разница, почему вообще этим не пользуются уже давно, потому что в рекламных кампаниях уже давным-давно пользуются спросом создания архитектуры один к одному. То есть, у нас заголовок равен нашему тексту объявлений, равен нашей группе объявлений, все один к одному. То есть, все уникально получается. По-хорошему, в решетке есть вещь необязательная, вы можете сами ими воспользоваться, если захотите, но по-хорошему можете жестко прописать наши быстрые ссылки, и так как у вас одно слово уже есть, оно выделено, тем более в моем случае оно вообще большое. В принципе, все у меня и так устраивает. Но я, конечно же, покажу, как это сделать. Что необходимо сделать? Проще всего написать формулу «равно», дальше у нас кавычки открываются, решетка – это shift 3, дальше кавычки закрываются, апперсант, далее наша ячейка, которую мы собираемся засунуть в решетку, обронить ее, дальше опять апперсант, shift 7, открываются кавычки и решетка, закрываются кавычки. В итоге у нас получается вот такая нехитрая формула. В таком виде обычно и хранятся, если вы откроете любую рекламную кампанию, любого директолога, выображаемые ссылки, скорее всего, будут выглядеть именно так. В итоге мы их копируем, берем с самого верха и тащим до самого низа и вставляем в поле отображаемую ссылку, в наши отображаемые ссылки, то, что у нас получилось. Теперь мы берем всю нашу рекламную кампанию, выделяем ее через Ctrl-A, нажимаем Ctrl-C и вставляем в директ-коммандер с помощью буфера обмена. В итоге импортируйте в исходную кампанию с перезаписью объявлений, вставляем, меняем 693 объявления. Естественно, у нас уже есть уточнение, если их нет, обязательно сделайте их. И у нас получаются вот эти отображаемые ссылки. Все. Теперь необходимо то же самое сделать на других рекламных кампаниях на поиск. Можно сделать это, выделив все рекламные кампании, в принципе, выгрузив сразу же, но уж тут сами решайте, как правильнее. И то же самое желательно сделать для рекламной кампании RSEA, потому что там тоже будет выделяться отображаемая ссылка на сайтах-партнерах Яндекс.Директ. Отправляем рекламную кампанию на модерацию и тем самым начинаем рекламироваться уже с отображаемыми ссылками. Ну что же, вот такой вот короткий урок получился у нас по отображаемым ссылкам. Попробуйте в обязательном порядке, поэкспериментируйте с этими отображаемыми ссылками, получите очень хороший результат, ну как обещает Яндекс, как минимум. С вами был Константин Горбунов, удачи и успехов вам!